Как всегда, с героями очередного модного четверга можно познакомиться уже у входа в музей. Здесь Брещан встречала выступления пограничного оркестра, знакомство с автомобильным парком подразделения, а также демонстрации боевых искусств, которые сегодня активно развиваются в части. Количество желающих посетить модный четверг в этот раз особенно порадовало организаторов. Очереди за билетами начали выстраиваться еще за полчаса до праздника. И правда, яблоку негде было упасть. Стенды с оружием собрали самых юных гостей мероприятия, которые с удовольствием позировали и фотографировались. Внимание кадетов было сконцентрировано на стрельбу. Ребята с удовольствием проверяли навыки на точность. В свою очередь, взрослые ознакомились с оснащением для досмотра, а также технологиями выявления фальшивых паспортов. Посмотрите, ультрафиолетовая защита, страниц, защитные волокна светятся красным-синим цветом, а все там напечатаны, закатаны ламинирующей пленкой. Вот это белорусские паспорта. В последнее время участились случаи выявления личностей, перемещающихся через границу по поддельным документам. Поэтому один из блоков экскурсии – тест на выявление соответствия фотографии в паспорте человеку, который находится перед пограничником. На это отводится порядком 15-20 секунд, чтобы человек смог определить точно, является ли он предъявителем паспорта, либо это чужой документ. При идентификации все лицо делится на несколько частей и разбивается на группы. Обращается внимание на линию роста волос, на форму бровей. Самая уникальная часть тела, на которую стоит обращать внимание контролеру – это уши. Это уникальный орган. Отдельный блок – знакомство с буднями пограничной службы. Что такое резиновый день? Почему Брестская пограничная группа имени Феликса Дзержинского – единственная в стране именная часть, и когда начинаются пограничные сутки? Ответы на эти и многие другие вопросы смогли получить гости открытого диалога. Эта встреча готовилась особенно, ведь впереди профессиональный праздник – День пограничника. Специфика нашего мероприятия такова, и вообще специфика проекта «Модный четверг музея» такова, что мы показываем самое интересное, самое специфическое, что может быть в той или иной сфере нашей жизни. Поэтому, ну как не показать пограничников без оружия, без приборов, которые проверяют подлинность документов? Как не показать программу, которая обучает пограничников идентифицировать личность? Вот это мы сегодня все предлагаем нашим посетителям. Много специалистов различных служит у нас. Мы используем свои службы и кинологов, и служебных собак. И, насколько вы видите, действительно разнообразная, в том числе техника разнообразная и достаточно современная. И достаточно серьезные знания, общеобразовательные, нужны нашим военнослужащим. Но, конечно же, какая встреча с пограничниками без их главных четвероногих друзей – собак? Именно они помогают стражам границ задерживать нарушителей, проводить детальный осмотр вещей и порой находить неожиданные сюрпризы. А на таких мероприятиях собаки чаще показывают свои цирковые навыки и демонстрируют верность и преданность своим хозяевам. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.